здравствуйте дорогие друзья мастера и мастерицы а вот и мы герои детских сказок спросите почему герой детских сказок а не фирма петерсон и я идуард петер а дело в том что мне вспомнилось радиопередача моих детских лет когда мы садились возле этой радиоточки слушали про героев детских сказок ностальгия небольшая а не важно почему мне долго не было ну я с вами прощался груша еду от вас но после отпуска на меня сразу навалилась работа прям напала на меня так работа и сейчас я занят двумя большими заказами один из них это мыло я фотографирую декоративно мыло очень красиво очень пахуча до сих пор руки пахнут и между делом пытаюсь еще продолжить свой проект по поводу этой динозавровской птиточки дерево мы с вами уже сделали теперь настала очередь гнездышко и поэтому я делаю такими маленькими шажками а тем более что я жду камеру которая заказал мне как я нашел действительно камеру который мне подходит но уже без слез я уже на свой nikon 800 я не могу смотреть то где-то у него на кнопках краска где-то на кнопках глина потому что срок все это торопишься быстро все и я хочу его убрать тут то области он должен быть фотографического а сюда поставить вот эту камеру эта камера зум q4 она имеет очень хорошие данные в частности там стереозвук там есть два направленных микрофона и в общем-то хорошее разрешение поэтому я подожду до следующего видео когда она придет и уже буду снимать с ним поэтому не удивляетесь если мы застопоримся так скажем так дней на пять еще ну а сейчас давайте мы с вами напрямую и займемся дело в том что я хочу сделать вот такое гнездышко для потомство этого динозавра птица и сегодня мы с вами это и будем делать потому что я сделал но она мне кажется большим поэтому сделаем чуть чуть поменьше начинаем вот так должно выглядеть наше гнездышко вот так должны выглядеть яички которые в нем будут лежать ну и давайте начнем с того что возьмем фольгу и сделаем вот примерно такую основу вот так далее я наделал таких колбасок из экструдера на выдавливал и мы можем начать в произвольном таком порядке сначала проволочку скажем так побольше обозначим контур таким образом края тут хорошо тем что не надо заботиться прямо точности какой-то потому что гнездо из гнездо гнезда вы все видели каким образом выглядит то есть вот мы сначала так это ограничили теперь возьмем потоньше и начнем сделать потоньше всякие загибу ленки как из настоящей проволоки сразу надо заготовить хорошее количество материала и постепенно так вот ее это гнездышко обклеивать меняйте материал перехлёстывайте загибайте то есть тут уже фантазия ваша ничем не ограничена так как мы работаем сейчас сырой глина это очень удобно и хорошо то есть мы не будем спешить ее запекать покуда не проведем все нужные нам такие проволочки то есть как бы оно должно быть беспорядочно но учитывайте то что все-таки птица строит гнездо но перехлёстывает подсовывает друг подружку этой ветки и точно также делает стимпанковской динозавр птицы динозавр я не сомневаюсь в этом единственное что у нее для этого материалом служит колючая проволока поэтому спокойненько можно так это здесь делать различные кольца допустим такие завитки ну просто представьте себе действительно колючая проволока как она будет выглядеть чтобы увеличить эффект конечно могли бы сейчас просто шипы наделать здесь и все но вы знаете что у колючей проволоки там она вот так обвито и потом высовывается так один шип и второй шип поэтому я думаю что очень хорошо было бы если мы возьмем сейчас наши колбаски кусочек глины колбаску это и вот так на зубочистке начнем делать такую спираль которую впоследствии мы можем пополам разрезать и учитывая того что эта вещь будет у нас запечена то и работать с ней будет гораздо проще ну так в принципе закрепим сначала и потом начинаем наматывать создавая такие спиральки и это мы отправим запекаться в печь так вот так вот такая заготовочка ну еще нам понадобятся иголки которые мы тоже будем вставлять для этого просто-напросто возьмем нарежем колбасочек так то примерно ровными кусочками и концы их заострим сделаем их побольше с запасом и отправим тоже в печь вместе с этими загибольками вы наверное спросите а что делать вот с этими просветами ну во первых просвет это не так плохо для гнезда вот с этими просветами я имею ввиду а во вторых мы сделаем очень просто мы сейчас наделаем заклепок который нас всегда выручает в этом случае так и расположен в таких местах где просветы очень большие на наш взгляд допустим вот в этих в этих местах ну не увлекайтесь помните что у нас еще есть вот эти спирали которые нам тоже надо будет здесь поместить и таким образом у нас будет уже перекрыто практически все далее для полной декоративности сделаем еще в серединке так это так и теперь подождем когда из печки будут остальные детали и уже закончим наше изделие ну вот у нас появились эти самые пружинки которые мы можем разделить на отдельные части их по четыре где-то как правило четыре витка колючки и можем уже вот здесь их вминать единственное что не забываем приклеивать естественно так так итак смотрим где-то прикрываем просветы где-то ставим считаем нужным чуть-чуть придавливаем вот он будет достаточных это как раз и преимущество что мы с вами не стали запекать первое что мы можем спокойно сюда все интегрировать так ну и еще одну где-нибудь поставим достаточно будет вот так вот так вот так оно будет выглядеть нормально так и посмотрим наши ой горячие наши иголочки запеклись как и то же самое смазав гелем начинаем вот сюда их вставлять вот сюда их вставлять таким макаром ну и так далее сейчас сейчас их туда навтыкаю и запеку так так вот у нас она вышла теперь мы можем свободно ее отсоединить отсюда так такое у нас получилось ну что ж примерим какую-нибудь яичко ну так поменьше может быть надо будет и вот это надо будет отрезать отсюда и тогда она у нас вполне очень хорошо поместится ну а сейчас осталось нам сделать следующее возьмем кисточки красочки так вот коричневые сначала возьмем и начнем так не везде а кое-где покрывать ржавчины вот так вот так вот так хорошо следующий этап вы тоже знаете это серебрянка так так тоже проходим здесь не спеша где у нас серебряночка еще вот так главное хорошо кисть высушивать на пенопласте и не допускать клякс вот так вот 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 такое у нас гнездышко гнездышко уютное для птенцов археоптикса или как его там подготовлено сейчас примерим ну что я вам скажу как будто оно тут и было так яичко подложим там вот оно это гнездо нормально работы справились в следующем видео мы начнем уже яичко сделаю поменьше чуть-чуть здесь система та же я сделал из фольги яичко обмотал его сделал здесь различные насечки ну и все и вот получилось так вот следующее мы уже займемся самим этим птицам будем его сажать вот сюда как это на рисунке было ну а на сегодня я с вами прощаюсь пошел фотографировать мыло дальше